Пришло время вернуть одного человека в семью. Ну, начнем мы с того, что я вообще сегодня увидел в украинских СМИ. С классического фейка. В сети появилось видео крушения российского вертолета в Сирии. Вот в Сирии какие там ели, сосны, видите? И упавший вертолет. Много ума, конечно же, не надо. Зайти на ненавистное Russia Today, ну и увидеть те же ели сосны. Теперь о фрейдизме украинских журналистов. Они ведь все знают, просто иногда написать не могут. Но иногда подсознание вырывается вперед, подбивает руку и маемо-то еще маемо, как говорил Кучма. Вот корреспондент пишет про Гройсмана. Опускаемся ниже, читаем. Гройсман согласился возглавить. Кабминет. Знаешь, что за чертяки, а? СБУ тоже много чего знает. Служба безопасности Украины, государевые люди, да? Ну, серьезная организация, как бы, вот это вот их официальный твиттер. В РЭФе и кажут... Короче, в РЭФе, видите, 39... В РЭФе и говорят, что СБУ пускает людей на органы. Пересадка гипофизов пропагандоном из Ольгина. Ай, браво. Я все жду, когда они начнут порнуху размещать. Смотрите, украинское СМИ кое-что заприметило. Вообще, во внимательности украинским СМИ отказать нельзя. Знаете, иногда как что-то заприметят, там что-то вот сепарское обычно. Но здесь заметили абсолютную зраду. Известный украинский глянец перевернул флаг Украины. Холодный пот просто прошит меня. В этом можно убедиться. Так, известно украинское глянцевое издание VIVA опубликовало на обложке номера. На первый взгляд, все банально. Обычный номер. Но флаг перевернут. И они сообщают, что этот номер с перевернутым флагом можно купить. В общем-то, сообщают, что это за номер. Знаете, как марка была очень-очень дорогая. Которая случайно перевернутый самолет на ней. В общем, этот номер срочно бегите и покупайте. Он, наверное, будет дорого стоить. Или не будет дорого стоить. Потому как. Потому как. Вот уже год. Журнал VIVA выходит с перевернутым флагом на обложке. Насмехаются. Видите, Украина едина и перевернутый флаг на обложке. Целый год. Эти супер патриоты не заметили, что уже год журнал выходит именно такой. Вы скажете, так может он и раньше перевернутый был. Да не тут-то было. Он раньше был нормальный. А потом его кто-то перевернул случайно. Ну и так и пошло оно все. И уже год идет. И никто из великих патриотов, покупающих этот журнал, никто из редакции, никто из других журналов этого не замечал. Ну вот, а вот тут вот заметили. Хе-хе-хе, зрада. Горди, шоу украинский. Ну а теперь то, с чего я начал. Пора вернуть одного человека назад в семью и перечеркнуть одну перемогу. Энди Уорхол. Вот как раз таки в Штатах картины его украли. И вот здесь вот сообщает 24 канал в своей рубрике «Великие украинцы» про Энди Уорхола. Ну а какие же доказательства есть тому, что он украинец? Сейчас мы это услышим. Все удивлялись, откуда у него такая фантазия. Ответ спрятан в детстве. Сейчас что-то расскажут. Энди Уорхол, а насправді Андрій Варгола. Син эмигрантів из Лемківского села Миково, что рассташованы у Словаччини неподалік украинского кордона. Подождите, подождите, друзья. Но если он украинец, то причем тут село в Словакии расположено недалеко от границы с Украиной. И недалеко, это сколько? Ну я думаю километра полтора, два, наверное, да? Только что вы услышали второе и последнее доказательство того, что Энди Уорхол украинец, потому что мать его разговаривала на русинском языке, который похож на украинский. Вы думаете, еще что-то будет? Ничего больше не будет. Все, это конец передачки. Все, расходимся. Энди Уорхол украинец. Свид шануя Украину та украинцев. Но не будем козлить только 24 канал. Дело в том, что тема вот эта вот Энди Уорхол украинец, она давняя, старая. Потому что вот, к примеру, сообщение с сайта ТСН о том, что выкрали как раз-таки картины старинной Энди. Напомним, что в честь попу-арта американского художника украинского происхождения на Закарпатье назовут площадь в селе Минай. Украинские корни. Ну, глубоко. Причем они такие в почву ушли, эти корни. Не видать. А вот это вот сайт закарпатский. И Москаль, не меняшка. Вместо там Джона Леннона, да, предложил вот еще одну. Площадь Энди Уорхола. Видите? Всемирный художник украинского происхождения. Всемирно известный, как я понимаю, художник украинского происхождения. Это знаете, как говорят о человеке. Он шахтер. А он на самом деле таксист. Но просто все так долго говорили о том, что он шахтер, что остальные уже просто несут как истину. Мы пошли в историю. И когда дошли до истории, то вот нашли вот такие вещи. Энди Уорхол украинец, бизнесмен и человек-скандал. Кстати, словакам было бы не безинтересно узнать, что он родился на территории украинского Закарпатья. В 13-м году тот же 24-й канал рассказывал, что вот с русинскими корнями, но в самой передаче просто назвал его «Украинец, который объединил мир искусства и рекламы». Украинец, да и точка. При этом в 11-м году мы могли бы прочесть вот чешское издание, это перевод, конечно же. Тут сообщается, что Энди Уорхол стеснялся своего происхождения и стеснялся того, что мама его так и не выучила язык. В общем, не очень-то он был доволен, что он славянин. Подчеркиваю, славянин тут об Украине как бы не особо. Микова-село. И село находится, как сказали, там неподалеку от Украины, да? Неподалеку от границы с Украиной. Неподалеку это у нас получается... Не, вот здесь ближе, ближе. 59 километров. Это на самом деле то самое село Микова. Вот статья о нем в Википедии. В Словакии есть музей украинца Энди Уорхол. Вот здесь сообщается об этом музее и говорится, что вторая часть состоит из ценных и аутентичных материалов о происхождении Энди Уорхола. То, что нас интересует. Документы, реквизиты, которые свидетельствуют о русинском происхождении художника, чьи родители родились в Микова. Также сообщается о всевозможных вещах, которые передали или которые подтверждают русинское происхождение Энди Уорхола. А вот что сказано на сайте музея. Уорхол отвечал, что он из ниоткуда. У семьи были мощные связи с их родиной Микова. И когда 87-го брат Джон собрался посетить Словакию, Энди попросил ему привезти как можно больше снимков оттуда. Ну, а что там с родителями? Возможно, все-таки там как-то там... Может, мама? Может, папа? Не очень. Потому что мама Юля родилась в Австро-Венгрии. А сейчас это Словакия. Для того, чтобы разобраться с папой полностью, уничтожить эту перемогу, заходим на биографию Энди Уорхола. Его родители, Андрей и Юлия Уорхола, были эмигрантами из села Микова. Они оба там родились. Которые находятся в Карпатских горах. Известны в поп-культуре как Дом вампира Дракулы. Дело в том, что они чистые русины и оба родились в селе Микова. Ну, а теперь чистая зрада. Обратите внимание, по запросу Украины в этой книге ничего не найдено. Сложно такое читать. Но, правда, дороже. Еще одна биография. И опять мимо. Здесь сказано, что родители его уделяли много внимания словасской культуре. Ценили ее, когда жили в США. Следуя логике украинских СМИ, кого еще мы можем считать великими украинцами? Вот Таганрог. Таганрог находится в 50 километрах от Украины. И это родина великого поэта Антона Павловича Чехова. Забыл сказать великого украинского поэта. А вот это вот Гомель. Гомель находится в 46 километрах от Украины. И там родились родители великой украинки Марии Шараповой. То есть Мария Шарапова украинка. А Мария такая ничего, кстати. Но, вот посмотрим деревня Замост, к примеру. Там родилась, кто бы вы думали, Роза Люксембург. Великая украинка. К слову, вообще, чтобы не заморачиваться, можно обвести всю территорию 50 километров, к примеру, от границы Украины. И все люди, которым посчастливится попасть в эту красную линию. Все эти люди украинцы. Да и все. Закончить можно пафосно. А можно и без пафоса. Потому что уже на самом деле очень сильно надоел этот абсолютный маразматический бред. Хватит уже записывать в украинцы всех подряд. Давайте создавать новых великих украинцев. Как-то даже так двусмысленно сказал. Вместо того, чтобы записывать туда тех, кто украинцами не является. Пока!